ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД 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 когда люди переезжают за город, покупают большой участок, строят большой дом. В чем вы можете вот здесь конкретно помочь? В принципе, мы можем даже помочь на стадии того, что проконсультируем и проанализируем те данные этого земельного участка, который вы хотите приобретать. Вот недавно, буквально месяц назад, обратился знакомый, говорит, вот хотим купить земельный участок. Мы начали смотреть, да, участок в красивом месте, рядом лес, но дом строить там нельзя. Почему? Потому что у нас от лесополосы дом можно строить, есть и расстояние там не меньше 30 метров. То есть нормативы определенные? Да, есть определенные нормативы. Обязательно нужно соблюдать отступы от границ земельных участков. У нас могут проходить, у нас же не все участки просто там в чистом поле, есть же уже в населенных пунктах. Нужно учитывать расстояние существующих инженерных сетей, да. Нужно правильно учесть расстояние противопожарное от объектов, которые на соседних участках. Хотя сейчас и в упрощенном порядке жилые дома частные регистрируются по так называемой дачной амнистии, но все равно важно соблюсти все эти требования, чтобы в будущем к вам не было вопросов. А в купле-продаже квартир, тут какие нюансы есть, если уже переместиться в мегаполис, семья решает поменять жилплощадь, увеличить, предположим, ее из маленькой квартиры переехать в более просторную? Ну, при купле-продаже квартир самая главная и важная особенность, что нужно проверить, это узаконена перепланировка или нет. То есть нужно смотреть, отталкиваться от того, какие сведения содержатся в Росреестре, какая планировка у вас содержится и что есть по факту. Ну, ни для кого не секрет, что у нас все перепланировки, вот мы очень много занимаемся в Кирове, там и в районах, там Слободской, Чепецк делаем тоже. А у нас больше 90% перепланировок, даже может быть 99, узакониваются постфактум, когда нужно там продавать квартиру, еще что-то там, дарственную какую-то оформлять. То есть поприемся, пока петух не клюнет, вот эти люди поступают. Да, и главное, даже если она есть, нужно убедиться, возможно ли ее по нормам закона узаконить, оформить. Потому что у нас бывают такие перепланировки сделанные, которые по требованиям законодательства не разрешены. Ну, например, несущие там конструкции, да? Да, несущие стены у нас начинают менять мокрые зоны, то есть кухня, санузел перемещать в другие углы квартиры, а у нас это непозволительно. У нас начинают присоединять лестничные клетки, общие места пользования квартирам. Еще такой довольно распространенный случай, садоводческие товарищества, часто возникают забавные споры между соседями, перенести забор на 10 сантиметров, на 50 сантиметров. Вы тоже участвуете, да, в этих разбирательствах? Да, здесь несколько вариантов развития событий может быть. Ну, во-первых, например, вот если вы пользуетесь участок или покупаете участок, да, в первую очередь нужно посмотреть всегда, ну да, отмежован он, не отмежован. Это для того, чтобы понять, если он отмежован участок, вы можете вынести в натуру границ и посмотреть, как действительно он располагается на местности. И даже при этих работах можно уже понять, вылез на вашу границу кто-то или нет. Сложнее бывает, да, когда уже участки сформировавшиеся, фактическое пользование там много лет идет, да, и у соседа зашел ум за разом, и он решил, что да, забор у меня стоит не на месте, мне надо передвинуть. Ну, часто в этих случаях начинается уже судебное разбирательство. Назначаются судом экспертизы, которые мы тоже делаем, и, соответственно, уже собираем все документы, на основании которых предоставлялся участок. Если он возник из каких-то других участков, то есть правильно-неправильно это было сделано, и такие случаи можно только в суде разрешить. Сразу скажу, это процедура довольно затратная и длительная, и не факт, что вы получите результат. Чем кадастровое агентство Акцион выгодно отличается? Ну, я знаю, вы любите повторять, мы все делаем под ключ. Но это... Вы отдыхаете, мы работаем, да? Так, мне кажется, сейчас этим это делают практически все, это позиционируют все. Наша, наверное, особенность в том, что мы можем просчитать дальнейшую судьбу вашего объекта по вашим желаниям. Вот если вы покупаете здание, приходите к нам и говорите, вот да, вот я покупаю вот это, но сейчас там складское здание числится, да, я со временем хочу увеличить его площадь, часть зданий, перевести под офис, а часть под производство. Возможно ли это сделать? Соответственно, мы от ваших желаний анализируем все требования и законодательные, и технические, собираем справки, разговариваем с проектировщиками, возможно ли там это сделать. Мы собираем справки от собственников инженерных сетей, потому что, когда строишь там здание, все это все равно инфраструктура. И ни для кого не секрет, что это, ну, недешевое удовольствие. Бывает, что участок уже занят существовыми сетями, нужно просчитать, возможно ли их будет перенести. Но, мне кажется, даже вот из этих пояснений будет понятно, чем мы отличаемся, мы работаем комплексно. И это уже давно вышло за понятие кадастровой работы, а у нас очень большая база партнеров и коллег. Мы проектировщики, то есть от маленьких объектов до больших объектов. Например, вот год заканчивается на такой довольно позитивной ноте, и все встрепенулись там с началом делового сезона, в сентябре после отпусков, и вопросов возникает много. Начинает радовать то, что люди думают наперед, и действительно приходят, получают консультацию, просят какие-то справки собрать. У нас довольно много запросов на то, чтобы вот именно пообщаться со всеми инстанциями, грамотно составить запросы. Все равно это нужно... От этого многое зависит, да? Да, да. А я всегда говорю, не нужно бояться работать там с административными органами, еще что-то. Главное, правильно задать им вопрос. И даже если что-то непонятно, ну, невозможно собрать данные, они скрыты где-то, или, ну, не предоставляются по запросам, по нашим, или еще что-то. Всегда важно вот именно тогда написать соответствующий орган запрос, спросить, что ты хочешь, и тебе предоставят пояснение. Но ведь вы, например, если когда этим не занимаетесь, вам будет сложно составить такой запрос, пообщаться при необходимости со специалистом. Мы это за вас сделаем, и предоставим вам весь алгоритм работы, и ответим на все интересующиеся вас вопросы. Новая в сфере кадастра, я имею в виду законодательную плоскость, часто появляется? Возможно, какие-то изменения были в последнее время? Или, может, нам всем стоит готовиться к каким-то изменениям? Мы же прекрасно знаем, что у нас периодически меняется законодательство, и что-то вот нужно предпринимать. Последний год таких особых законодательных потрясений вроде нет, они есть, но это такие с места на место перекладывания, корректировки существующих нормативов. И чтобы я, наверное, заострила внимание на том, что у нас, немножко расскажу про кадастровую стоимость, на основании которой начисляют налоги, у нас кадастровая стоимость начисляется на основании сведений, которые есть в официальных реестрах, то есть это в Росреестре. То есть на основании, вот если у вас дом, там написано три этажа, площадь такая-то, материал стен такой-то, расположен там-то, да. И вот на основании этих характеристик вам начисляют налог на имущество. Это на любой объект, коммерческий или жилой, так. У нас начинают собственники вспоминать, что да, когда получают квитанции об уплате, и говорят, о, почему у нас так много, и начинается. То есть мы эти услуги можем предоставить, проверить, при необходимости исправить технические ошибки, ещё что-то. И вот недавно была на учёбе в Росреестре, тоже для себя сделала такое, ну, открытие, новшество нам сказали, что важно, чтобы назначение объекта было занесено правильно. Например, вот есть гараж, да, и у него оно просто может содержаться в Росреестре с назначением нежилое помещение, да, а нет у него разрешённого использования гаражный бокс. Я с удивлением узнала, что раз вот у него не занесено этого назначения, налог очень отличается. И, соответственно, вот коммерческие помещения у нас, вы используете там его под склад, да, а у вас просто нежилое помещение, если не обозначено, но я утверждать не буду, но, возможно, вам не совсем корректно начисляют кадастровую стоимость и, соответственно, от неё считают налоги. И не надо никогда вот именно преуменьшать значимость вот этих сведений в Росреестре, что иногда и малый, и средний бизнес делают, да и частники. Важно вот именно, чтобы все документы были в порядке. Это ведь не только начисление налогов, это для бизнеса ваше спокойствие от проверок пожарной инспекции, там, если Роспотребнадзор, ещё что-то, со стороны муниципалитета за правильным использованием ваших объектов, потому что муниципалитет с какой стороны может проверять, что у вас есть участок, у него разрешено использование там административное здание, да, а по факту у вас там находится кафе. И вам муниципалитет напишет, что у вас не соответствует назначению здания, назначению участка, и предложит вам это исправить. И к нам тоже часто обращаются с такими вопросами. Там, ну, простой человек, который не имеет каких-то специальных знаний, он, ну, не разберётся в этом. И, соответственно, вот наша особенность в том, подытожу, что мы можем закрыть все ваши эти вопросы и потребности. Заинтересовавшимся слушателям давайте подскажем, куда следует прийти, обратиться, я имею в виду кадастровое агентство «Акцион», где люди смогут получить более подробную консультацию. Ну, на данный момент мы находимся, Карла Маркса, 127, 7 этаж, офис 704. Мой контактный телефон 919-507-45-26. Звоните, пишите в любой удобный для вас мессенджер, вайбер, ватсап, телеграм, инстаграм. Будем рады вам помочь. Благодарю. Наталья Ашихмина, директор кадастрового агентства «Акцион». Спасибо. Спасибо.